Друзья, всех приветствую! С вами компания Парафар. Сегодня у нас на установке была вот такая машина, это седьмой Гольф. Давайте вкратце быстренько пробежимся по магнитоле. И что она у нас умеет? Взамен штатной магнитолы. Это не самая простая установка. Здесь у нас стоит система 4.64 компании Парафар. Это серия XHD. Сразу прошу заметить, здесь у нас камера штатная, которая стоит в эмблеме при включении заднего хода. Все по штатным, все открывается. Камера открылась, парктроники подтянулись. Соответственно, там у нас сзади значок полноценно раскрылся, он выехал. Так вот у нас идет работа парктроников. Там вот видим на заднем плане людей и машина какая-то Шкода к нам приехала. Также еще отображение идет здесь, помимо того, что если мы вышли с штатной камеры, мы в любом случае видим наши парктроники. Еще самое главное, здесь есть отображение климата, так как здесь у нас магнитола может видеть, что у нас происходит. В данный момент я, например, на климат-контроле устанавливаю себе температуру, которая мне нужна. Ну, соответственно, это у нас просто идет отображение, то есть печка она не управляет, управляется все со штатных кнопок. Это у нас не Тесла, здесь мы не меняли блок. В чем проблема этой установки? То, что у нас вся магнитола стоит в бардачке и монтаж ее не самый простой, но мы, как обычно, с этим справились. Также вот сюда у нас выходит все штатное отображение нашего климат-контроля. Давайте быстренько пробежимся по функциям, которые умеет наш магнитола. Это у нас настройки. Так, в данный момент мне бы хотелось найти, отключить парктроник. Вот я его сейчас в данный момент включил. Переходим сразу в систему об устройстве. Чуть-чуть не туда попал. Об устройстве. Это у нас 13-й Android, 8-ядерный процессор, 4.64, очень шустрая магнитола. Здесь у нас стоит полноценный DSP-процессор, не какой-то эмулятор. Мы, например, заходим в эквалайзер, можем здесь порисовать пальцем. Как мы видим, здесь уже выбрали preset just, но мы, например, делаем пользовательский. И что нам нужно? Нам нужно просто провести пальцем, и все это дело у нас меняется в прямом эфире. Временные задержки. Это самое шикарное, что есть в Android магнитолах. Это и DSP в процессоре. Например, мы слышим только наш один динамик. Мы устанавливаем задержку на другой соседний динамик. И у нас сцена абсолютно меняется. Например, если звук у нас был с этой стороны, то теперь он у нас переместился куда-нибудь вот сюда, и сразу наши два уха слышат. Многие сталкивались с такой проблемой. Вот у нас сзади открылась дверь, и у нас появляется отображение открытия дверей. Также кнопочки мультируля, соответственно, все так же работает. Здесь есть полноценный пятый Bluetooth. Все, что хотим, подключаемся. Здесь у нас устройство, как называется. Мы можем отсюда же подключиться, нажав кнопку поиск. И путем нажатия на кнопку ссылку, когда у нас вылезет здесь наше устройство, мы нажимаем ссылка, и он автоматически подключается. Треки, которые у нас в данный момент производятся в автомобиле. Книга контактов. Можно набрать отсюда, а это у нас исходящие-входящие пропущенные. Карлинг – это, в простонародье, это у нас Android Auto, либо же CarPlay. Если кому нравится им пользоваться, вот у нас он здесь есть. Это наше меню, так скажем, первоначальное. Мы можем здесь вот управлять виджетом Яндекс.Навигации. И здесь же есть виджет треков, который у нас играет с флешки. В бардачке у нас установлены две флешки и флот под сим-карту. Как раньше, никуда лазить не надо, чтобы, например, снимать магнитолу и перестанавливать сим-карту, если вдруг что. Сейчас это все в легком доступе. Спокойно залезли, поменяли сим-карту или вытащили, если нам надо. Также здесь вот видите, профиль человека уже потянулся сюда, когда у него, значит, где-то стоит картинка танка. И вот мы здесь видим отображение танка. Чем удобен Яндекс и система Android? Тем, что у вас одна учетная запись, она распространяется на все учетки. Если у нас есть где-то подписка, соответственно, здесь она также будет, если вы пользуетесь YouTube Music, например. Здесь у вас также будет бесплатная подписка, если она у вас есть. Обучение кнопок мультируля. Ну, мультируль у нас идет по К, но мы не можем перепрограммировать его кнопки, которые, ну, внести, так скажем, свои коррективы. Здесь полноценная Android-система. Все, что хотим, все ставим. Есть фан. Это у нас система вентиляции. Мы можем установить температуру, при которой он будет включаться в данный момент. Например, у нас цепушка нагрелась, процессор наш нагрелся на 65 градусов, вентилятор у нас включается. И тем самым позволяет нагружать нашу систему более, так скажем, хоть играми, хоть чем-то еще и увесистыми приложениями. Так что не бойтесь перегрева, его не будет. Корпус весь алюминиевый. Хорошо охлаждается, хорошо продувается. Процессоры уже проверены временем достаточно долгим. Радио, штатное радио, если вы вдруг слушаете радио, тут оно также есть. Мы в данный момент находимся в паркинге. Это килогерцы были. Нужен мегагерц. Паркинги. Пытаются что-то словить, но мы стоим сейчас в дальнем углу. И, к сожалению, здесь у нас в подвале очень плохо ловит связь. Мы находимся в паркинге. Это минус первый этаж. Есть настройки штатного автомобиля. Даже можно язык щитка прибора поменять путем ввода на магнитоле. Есть пробег, есть масло, расход, как бы расходомер. И все бортовые показания у нас остались в магнитоле. Вот такой вот быстренький обзор по нашей системе. Если у вас есть Golf 7, то скорее приезжайте к нам, и мы сделаем вам так же.